Вот у вас Инстаграм я посмотрел, есть его там довольно часто. Первый пост я посмотрел у вас, ну, его в прошлом году, да, по-моему, завели? Не так давно, в общем. Я только сегодня сделал еще один. Да, я видел, да, как раз. А вы с какой... Ну, просто вам интересно этим заниматься? Нет, нет. Вот это посвящение, вот сегодняшний мой пост, это посвящение мальчику-инвалиду. Просто очень рад, что вы есть и то, что вы растете, что ваше поколение выросло на моем поколении. Я так счастлив, честное слово. Он очень любит сериал «Солдаты». Он ничего, по-моему, больше вообще в жизни не смотрит, кроме этого. Мне позвонил мой товарищ, мой коллега, господин Игорек, который играл в «Солдатах», снимался, невысокого роста, армянин. И позвонил, говорит, Слав, тут вот такая тема, значит, согласились. Оскар Кучера уже написал, сделал пост. Уже Ашурков Леха. Я говорю, фей, я тут же в секунду выложил все это дело, написал и сделал. А как, я не могу по-другому. А вы, ну, теперь, говоря с вами, конечно, про солдат нельзя не упомянуть. Ну, конечно. Вот эта роль ваша, она, это ваша роль, так сказать, как сказать... Знаковая. Знаковая, да? Да. А вот что-то там свое, я имею в виду, вы же в армии служили и... Я полтора года отдал отчизни и служил в войсках топографии геодезии. Я сначала был в сержантской школе в Подмосковье под Звениградом, а потом был направлен в линейные войска в Иваново. Так, а почему полтора года, не два? Институт, тогда было такое условие. А, после института? Да, это я еще промахнул, потому что раньше был вообще год после института. Потом увеличили полгода. Я попал в эти клещи. Я служил полтора года, а почему я был направлен в линейные войска? Потому что я в Звениграде написал бумагу на имя командира части с просьбой направить меня в Афганистан. То есть вы все время пишете письма, да? Я кляузник. А тут я просил меня направить в Афганистан. Так. В 82-й год. Как раз уже заканчивалась эта эпопея с Афганом. Так. А, нет, это был самый-самый рассвет, что называется. Я хотел в Афганистан. Мне приехали... А зачем? Почему? А? Почему в Афганистан? А я патриот, я вот как этот УАЗик, на основе которого сделана машина патриот. Так. Я везде пройду, везде... Я когда был маленький, ты чего? Я когда был маленький, мне было там 10 лет, я шел в школу, выходил из подъезда и попадал в арку, чтобы пройти к школе. Так. А арка, там же и ветер, сумасшедший, труба. И метель, зима, снег, все это. Летом-то что там, каникулы. А тут зима, снег, вот эта пурга в морду. Я вот так вот сгибался в три погибели, прям нос над асфальтом. И шел и говорил, врешь, не возьмешь, я советский солдат. Клянусь. Крест на пупе. Клянусь. Я вот, вот я патриот. Так. И когда говорят там, допустим, в Америке там иммигранты, ну как там у вас вражки, мне хочется порожить дать. Правильно. Понимаете? Я этого не приемлю. А в Афганистан-то не взяли почему? А, не взяли, не по состоянию здоровья, а не взяли, потому что я просто-напросто получил высшее образование и обязан по закону РФ, тогда по советскому закону обязан отторабанить три года. Ну, отслужить в театре, отработать по месту. А, так. Да, а потом, пожалуйста, как вольно определяющийся КНАПС из Чехова, пожалуйста, дуй вперед, куда хочешь. Так. Ну, нельзя. А вдруг меня убьют? А кто будет Родине отдавать долг за ГИТИС? Да, кто будет играть Ромео? Великолепная мысль. Я хотел всю жизнь сыграть Джульетту, если бы Хичкофф был режиссером. Так вот, у вас же почему? Вот надо было все-таки Великович у вас. Было бы необычно Джульетта на японском языке еще. Вот это было. У них кабуки, у них это все нормально. Да, о боже мой. А у Шекспира не было глобуса, можно подумать. Тем более.